фундук цветет середина января уж скоро а синоптики предупреждают центр европейской части просто посинеет от холода впрочем достанется и южным краям холод будет усиливаться ежедневно сегодня вторник четвергу минус 7 8 далее минус 10 12 крещению 15 20 пылит цветет болезной 90 процентов сережек на цвету будет ли урожай отвечаю будет и неплохой постепенно сейчас температура снижается не все красавцы запылят вот смотрите по ярусам если вверху там полный рост цветут они чуть ниже уже не такое раскрытие сережек а внизу он еще и дремлет будем так говорят даже если останется не 10 процентов а всего лишь один этого хватит для урожая плюс если есть опылители или поздно цветущие сорта фундука или лещина посмотрите тут и конь не валялся этого хватит с лихвой с тем чтобы опылить весь этот вот садик небольшой это идеальный вариант опыление лещиной фундука более устойчивые завязи вот этих будем говорить ублюдков пониженным температурам это идеальный вариант с мужскими цветками разобрались а что с главной надеждой на урожай цветками женскими тут намного проще зацветают они немного позже вот видите что это там еле-еле может быть процентов 10 их и вылезло вот только некоторые пылкие особи или особи показались из зачатков листья это видно нет массового цветения и уже я говорил много раз имеет женские цветки фундука уникальную способность при похолодании опять прятаться в зачатке листьев и даже если какой-то процент их погибнет это даже хорошо оставшийся хватит с головой для получения хорошего урожая вот под понятием хороший урожай в первую очередь очередь я предполагаю ежегодное плодоношение ну вернее орехонарушение по если говорить о фундуке о грецких орехах и других не надо допускать чтобы во всю мощь свел и плодоносил фундук нет у него защитного механизма ни цвет ни завязи не может он он сбросить если не хватает сил для воспитания урожая как другие культуры и получается что в одном году много а в другом не очень урожай периодичность может проявляться хотя будем говорить для трапезунда не характерна периодичность плодоношения но все-таки надо заботиться о том чтобы выровнено по годам был урожай не надо зашкаливающих цифр главное чтобы он был каждый год нормальным что касается наступающих холодов это даже хорошо зима должна быть зимой уже несколько лет связи с потеплением у деревьев и кустов нет необходимого периода будем говорить покоя по этой причине проботает значительная часть урожая вот в минувшем двадцатом году январь и февраль были практически безморозными ну были морозики маленькие и рано особенно теплолюбивые культуры стали на цвет и пропал урожай не было ни черешни в достаточной степени ни того же допустим и фундука персики будем сказать на 80 процентов погибли вот эта теплая погода она провоцирует раннее цветение и опыление теплолюбивых культур а в двадцатых числах марта знаете мороз забрал урожай вот наступающий холод он притормозит замедлит процесс пробуждения растений и засветут они позже и проскочит период возвратных заморозков таким образом вангую урожай в этом году будет и вот еще хочу сказать по этой причине ни в коем случае нельзя делать осеннюю тем более зимнюю обрезку плодовых культур вот по этой причине персик погиб бросились эти мичуринцы маэстры в феврале месяце его обрезать не надо этого делать лучше делать ее для некоторых культур яблони груш вообще не часто а если делать то минимум в теплую погоду климат переменился потепление смотрите правильные видео всего вам хорошего